Таблица сложения Закрепим знания и умения при сложении однозначных чисел с переходом через десяток, а также закрепим умения составлять и решать задачи. Назовите все примеры с ответом 13. 13 – это 9 и 4, 13 – это 8 и 5, это 7 и 6, это 6 и 7. Ребята, давайте остановимся на двух последних примерах. Чем же различаются эти примеры 6 плюс 7 и 7 плюс 6? Что слагаемые поменялись местами. Вспомним правило. От перестановки слагаемых сумма не изменяется. 13 – это 5 и 8, 13 – это 4 и 9. Выберите уменьшаемое, если вычитаемое равно 6, а значение разности равно 7. Вспоминаем, чтобы найти уменьшаемое, нужно к разности прибавить вычитаемое, значит, к 6 нужно добавить 7 и получим 13, значит, уменьшаемое равно 13. Увеличьте число 9 на 5. Какое число получили? Если к 9 прибавить 5, получим 14. Выберите сумму, значение которой равно 17. 12. Правильно. Это 8 плюс 9. Насколько 12 больше, чем 7? Чтобы сравнить два числа, нужно от большего отнять меньшее, значит, мы должны от 12 отнять 7, получим 5. Значит, на 5 единиц больше 12, чем 7. Данное выражение 7 плюс 8, 8 плюс 5, 9 плюс 2. 2. Найди сумму, в которой первое слагаемое меньше, чем второе. Давайте посмотрим на первое и второе слагаемое. Только в первом выражении первое слагаемое меньше второго. Ищем сумму. 7 плюс 8 равно 15. Правильный ответ – 15. Посмотрите на первый столбик. Первое слагаемое не изменяется, второе слагаемое увеличивается на 1. Ребята, как вы думаете, что будет происходить с суммой? Сумма также будет увеличиваться на 1. Если одно и слагаемое не изменяется, а второе увеличивается на несколько единиц, значит и сумма увеличивается на столько же единиц. Посмотрим на второй столбик. Второе слагаемое не изменяется. Первое слагаемое уменьшается на 1. Как вы думаете, что будет происходить с суммой? Сумма тоже будет уменьшаться на 1. Если одно из слагаемых не изменяется, другое слагаемое уменьшается на 1, то и сумма уменьшается на 1. Посмотрим на третий столбик. Первое слагаемое увеличивается на 1. Второе слагаемое уменьшается на 1. Как вы думаете, ребята, что будет происходить с суммой? Сумма не будет изменяться. Помним, что если первое слагаемое увеличить на несколько единиц, а второе слагаемое уменьшить на столько же единиц, то сумма не изменяется. Ребята, посмотрим на таблицу сложения. Эта таблица сложения вам понадобится на уроках, для того, чтобы решать примеры и задачи. В этой таблице записаны все случаи сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Посмотрите на столбики. Первое слагаемое одинаковое. Второе слагаемое увеличивается на 1. Посмотрите, что происходит с суммой. Сумма также увеличивается на 1. Например, к 9 прибавим 2, получим 11. Следовательно, к 9 прибавить 3, будет 12. Вам нужно хорошо запомнить эти ответы. Обратите внимание, что каждый столбик заканчивается примером суммой одинаковых слагаемых. Посмотрите внимательно на строки. Первое слагаемое уменьшается на 1. Второе слагаемое увеличивается на 1. А сумма остается постоянной. Мы с вами уже вспоминали, что если одно слагаемое уменьшить на 1, а второе увеличить на 1, то сумма не изменится. Ребята, вам нужно подумать, как лучше запомнить эти примеры. Либо по столбикам, либо по строчкам. Если вы хорошо запомните эти примеры с ответами, то вы легко справитесь с действием вычитания в пределах 20. И во втором классе вам будет легко выполнять действие сложения и вычитания двузначных чисел. Давайте попробуем из примера на сложение составить два примера на вычитание. К 6 прибавить 7, получим 13. Если от 13 отнимем 6, получаем 7. Вспоминаем правило. Если от суммы отнять первое слагаемое, получим второе слагаемое. Если мы от 13 отнимем 7, получим 6. Если от суммы отнять второе слагаемое, получим первое слагаемое. Попробуйте сами составить два примера на вычитание из примера 8 плюс 6 равно 14. Правильно, молодцы. Первый пример. 14 минус 8, получаем 6. 14 минус 6, получаем 8. Посмотрите на рисунки. Сколько елочек нарисовано? 4. Сколько берез нарисовано? 5. Нам нужно составить две задачи, одна из которых решаясь со сложением, а другая вычитание. Итак, в лесу росло 4 елочки и 5 берез. Какой вопрос поставим, чтобы задача решалась сложением? Сколько всего деревьев росло в лесу? Правильно. А как же мы узнаем, сколько деревьев росло в лесу? Для этого мы к 4 прибавим 5 и получаем 9 деревьев. Какой поставим вопрос, чтобы задача решалась действием вычитания? Насколько берез больше росло в лесу, чем елочек? Ребята, подумайте, а какой еще вопрос мы можем поставить, чтобы задача решалась вычитанием? Насколько меньше елочек росло в лесу, чем берез? Мы должны сравнить два числа. А чтобы сравнить два числа, нужно от большего отнять меньшее. Значит, мы должны от 5 отнять 4 и получим на одно дерево больше, на одну березу больше. Для чего хорошо нужно знать таблицу сложения? Для того, чтобы правильно складывать однозначные числа в пределах 20 и чтобы выполнять действие вычитания в пределах 20. Как можно вычислить результат, если забыл ответ какого-то примера из таблицы сложения? Можно прибавить однозначное число по частям. Давайте с вами повторим алгоритм сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Чтобы сложить однозначные числа с переходом через десяток, необходимо до 10 добавить одно из слагаемых, а затем прибавить оставшиеся единицы. Как, например, в примере 7 плюс 9. 9. Раскладываем на два удобных слагаемых. Чтобы 7 дополнить до 10, это будет 3. И вспомним состав числа 9. 9 это 3 и 6. Итак, 7 плюс 3 получаем 10. У 10 добавляем 6, получаем 16. Дома я вам рекомендую записать и запомнить таблицу сложения, выполнить вычисления и проверить полученные ответы по таблице. Задание 1, страничка 73. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие первоклассники. Тема урока «Русский алфавит» или «Азбука». Сегодня на уроке мы узнаем, для чего нужен алфавит и научимся располагать слова в алфавитном порядке. Предлагаю обратиться к толковому словарю и узнать, как образовались слова «Азбука» и «Алфавит». Слово «Азбука» появилось тысячу лет назад из названий двух первых русских букв. Буква «А» называлась тогда «Аз», а буква «Б» — «Буки». Из этих названий «Аз» и «Буки» получилось русское слово «Азбука». Слово «Алфавит» пришло к нам из греческого языка. В греческом языке первая буква называлась «Альфа», а вторая — «Вита». Из этих двух названий получилось слово «Алфавит». «Алфавит» — это все буквы русского языка, расположенные в определенном порядке. Каждая буква в алфавите имеет свое строго определенное место и название. Славянскую «Азбуку» составили более тысячи лет назад братья Кирилл и Мефодий. В память о них 24 мая празднует день славянской письменности и культуры. В старорусском алфавите было 43 буквы, 25 взяли из греческого алфавита и 18 придумали сами. В современном русском алфавите 33 буквы, 10 гласных, 21 согласные, мягкие и твердые знаки. Давайте вместе с вами назовем все буквы русского алфавита. «А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И и краткое «К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, С, Ч, Ш, Щ». Твердый знак «Ы», мягкий знак «Э, Ю, Я». Ребята, как вы думаете, почему так важно знать алфавитный порядок букв? В алфавитном порядке располагаются ваши фамилии в классном журнале. Так проще найти нужную. Слова в словарях расположены в алфавитном порядке. Книги в библиотеке стоят по алфавиту. Медицинские карточки в больнице тоже стоят по алфавиту. В телефонной книжке имена располагаются в алфавитном порядке, чтобы не путаться. Ребята, предлагаю вам отгадать слово. Первая буква стоит за буквой Т, вторая за буквой С, третья за буквой З, четвертая за буквой С, пятая перед буквой Ё, шестая после буквы К, седьмая после буквы И. Давайте проверим, какое слово у нас получилось. За буквой Т буква У, за буквой С буква Ч, за буквой З буква И, за буквой С буква Т, перед Ё буква Е, после К буква Л, после И, мягкий знак. Итак, у нас получилось с вами слово УЧИТЕЛЬ. Учитель – это профессия человека, который занимается обучением и воспитанием. Предлагаю вам выполнить упражнение 11 на странице 57. Расшифруйте слова. Для этого расположите буквы в алфавитном порядке. Запишите составленные слова, объясните значение каждого слова. Посмотрим на первый набор из букв и на алфавит. Какая из данных букв будет стоять первой? Верно, первой будет стоять буква Ё, вторая буква К, третья буква И и четвертая буква Ж. Получилось слово ЁЖИК. Смотрим на второй набор букв. Первой из данных букв в алфавите стоит буква К, вторая буква О, третья буква С и последняя буква И. Получается слово КОСЫ. Смотрим на следующий набор. Первой среди данных букв стоит буква Д, второй буква Е, третья буква Н и последний мягкий знак. Получается слово ДЕНЬ. Следующий набор. Из данных букв первый стоит буква Л, второй буква О, третья буква С и последний мягкий знак. Получилось слово ЛОСЬ. Последний набор букв. Из данных букв первой в алфавите стоит буква Г, вторая О, третья С, четвертая Т и последний мягкий знак. Получилось слово ГОСТЬ. Итак, давайте объясним значение каждого слова. Ёжик – это уменьшительная ласкательная форма слова ЁЖ, небольшое животное с иглами на теле. КОСЫ – это вид прически, когда волосы сплетены между собой по длине. Также КОСЫ – это инструмент для скашивания травы. ДЕНЬ – это промежуток времени от восхода до заката солнца. Также слово ДЕНЬ можно использовать как синоним к слову СУТКИ. ЛОСЬ – это крупное животное с лопатообразными рогами. И ГОСТЬ – это человек, который приходит в гости. Выполним упражнение 12 на странице 57. Прочитай. Астра, азбука, айва начинаются на А и кончаются на А. Астра, азбука, айва. Как ты думаешь, почему автор не записал выделенные слова в алфавитном порядке? Итак, если бы мы хотели расставить эти слова в алфавитном порядке, то сделали бы это следующим образом. Так как первая буква в начале всех слов одинаковая, мы бы посмотрели на вторые буквы. В слове Астра – это буква С, в слове Азбука – это буква З, и в слове Айва – и краткая. Итак, какая из данных букв в алфавите стоит первая? Верно, буква З, вторая – и краткая, и третья – С. Тогда получилось бы так. Азбука, айва, астра. Давайте прочитаем стихотворение. Азбука, айва, астра начинаются на А и кончаются на А. Азбука, айва, астра. Так стихотворение получилось нескладным. Поэтому автор не записал выделенные слова в алфавитном порядке, чтобы сохранить стихотворную рифму. Предлагаю разгадать ребусы. Проверяем. Первым было зашифровано слово Вова, вторым – Валя, и третьим – Вера. Что объединяет все эти слова? Верно. Данные слова являются именами. Давайте расставим слова в алфавитном порядке. Так как в словах Вера, Вова и Валя первая буква в начале слов одинаковая, мы посмотрим на вторые буквы. В слове Вова – это буква О, в слове Валя – это буква А, и в слове Вера – буква Е. Итак, какая из данных букв в алфавите стоит первой? Верно, буква А, второй – буква Е, и третий – буква О. Что у нас получилось? Валя, Вера, Вова. Ребята, а почему эти слова мы записали с большой буквы? Верно. Имена пишутся с большой буквы. Итак, на уроке мы узнали, что такое алфавит и для чего он нужен. Научились располагать слова в алфавитном порядке. Рекомендую выполнить самостоятельно упражнение 10 на странице 56. Спасибо за внимание. Урок окончен. Здравствуйте, дорогие первоклассники. Отгадайте загадки, и вы узнаете произведение, с которым мы познакомимся на уроке. Бегу я, как по лесенке, по камешкам звеня. Издалека по песенке узнаете меня. Верно, это ручей. Четвертый месяц как шагнет, так с треском лопается лед. Молодцы, это апрель. Из подснега вышел друг, и весной запахло друг. Это подснежник. Ребята, сегодня на уроке литературного чтения мы познакомимся с произведениями Тимофея Белозерова «Подснежники», Самуила Яковлевича Маршака «Апрель» и со стихотворением Ирины Токмаковой «Ручей». А также сегодня мы продолжим чтение произведения о весне, о весенних изменениях в природе. Откройте учебник на странице 66. Прочтем, кто автор стихотворения «Подснежники». Верно, Белозеров Тимофей Максимович. Белозеров Тимофей Максимович родился 23 декабря 1929 года в селе Камыши Курганской области, многодетной крестьянской семье. У него равно умерла мама, и его на воспитание взяла добрая женщина. После окончания семилетней школы Тимофею Максимовичу пришлось много работать. В 1952 году начинается творческая биография Белозерова. Первый сборник стихов был напечатан в журнале «Алтай». О его произведениях Ирина Токмакова говорила, что стихи Белозерова – это глоток свежего воздуха, пронизанного солнцем, пахнущего цветущим ромашковым полем. До майского ромашкового поля у нас есть еще время, а вот с апрельским «Подснежником» давайте познакомимся. Прочтем стихотворение «Подснежники». Плакала Снегурочка, зиму провожая, Шла за ней печальная, всем в лесу чужая. Там, где шла и плакала, трогая березы, Выросли подснежники Снегурочкины слезы. Ребята, скажите, пожалуйста, какое настроение у вас вызвало это стихотворение? Да, печальное, я согласна с вами. Ребята, с чем Белозеров сравнивает подснежники? Верно, со слезами Снегурочки. Почему Снегурочка оказалась чужая? Потому что уходит ее любимое время года – зима. Что значит «плакала Снегурочка»? Ребята, верно, это говорится о том, что тает снег. Прочтите выразительное стихотворение «Подснежники». А сейчас, ребята, отгадайте загадку. Будет лес, поля и горы, все полянки и сады. Он во все стучится норы, напевает воды. Просыпайтесь, просыпайтесь, пойте, смейте, улыбайтесь. Далеко слышна свирель? Это будет всех апрель. Верно. Следующее произведение, с которым мы познакомимся, это стихотворение Самуила Яковлевича Маршака «Апрель». Ребята, давайте вспомним, с какими произведениями Маршака мы знакомились на уроках литературного чтения. Верно. Автобус номер 26 и переводы английских песенок из книги «Рифмы матушки Гусыни». Я прочту стихотворение, а вы послушайте внимательно. Апрель. Апрель, апрель, на дворе звенит копель, по полям бегут ручьи, на дорогах лужи, скоро выйдут муравьи после зимней стужи. Пробирается медведь сквозь лесной валежник, стали птицы песни петь, и расцвел подснежник. Объясним значение следующих слов. Валежник. Сухие сучья. Деревья, упавшие на землю. Капель. Характерный звон, который издают капли воды, образующиеся при таянии снега, падая на землю с крыши домов. Стужа. Это значит сильный холод. Мороз. Сквозь. Через что-нибудь. Через толщу. Внутренность чего-нибудь. Ребята, какое настроение? Автор хотел нам передать. Как вы думаете? Ну, конечно, радостное, веселое. Ведь наконец-то наступил апрель, пришла весна. О каких признаках весны мы прочитали? Звенит копель, бегут ручьи, выйдут муравьи, птицы поют песни. Совершенно верно. Прочтите слова, которые рифмуются. Апрель – копель, лужи – стужи, ручьи – муравьи, медведь – петь, валежник – подснежник. Прочитайте выразительно данное стихотворение своим родителям. Откройте учебники на странице 68. Прочитайте, кто написал стихотворение ручей. Верно. Ирина Петровна Токмакова. Ирина Петровна Токмакова родилась в 1929 году в Москве. Ее отец был инженером-электриком, а мать – детским врачом и заведующей домом ребенка. Писать стихи Ирина Петровна начала рано. В одном классе с ней училась дочь известного поэта Лебедева Кумача. Он обнаружил у Ирины поэтические способности и посоветовал писать дальше. Ребята, давайте вспомним, а с какими произведениями мы уже знакомились Ириной Токмаковой. Верно. Аля. Кляксич. И буква А. А сегодня мы познакомимся с ее замечательным стихотворением, которое называется «Ручей». Послушайте, пожалуйста. «Ручей». Бежал ручей по камушкам, бежал, бежал, бежал. Потом в глубокой лужице лежал, лежал, лежал. То снова он помчался вскачь, то будто бы уснул. Увидел речку, прыг туда и сразу утонул. Ребята, а какое настроение вызвало у вас это стихотворение? Верно, веселое, радостное. Давайте прочитаем слова, которые дают понять, как журчит ручей. Бежал, лежал, помчался, уснул, утонул. А сейчас прочтем подчеркнутые слова. Вскачь, прыг туда. Ребята, как эти слова помогают представить веселый ручей? Верно, как будто это прыгает озорной веселый ребенок. Обратите внимание, поэт нам хочет показать, что ручей как живое существо. Рекомендую подготовить выразительное чтение стихотворения «Ручей». А сейчас прослушайте, пожалуйста, следующее стихотворение. «Если я сорву цветок, если ты сорвешь цветок, если все, и я, и ты, если мы сорвем цветы, опустеют все поляны, и не будет красоты». Скажите, ребята, а о чем это стихотворение? Верно, о цветах. Чему нас учит это стихотворение? Конечно же, беречь и оберегать природу. Правильно, ребята, рвать первоцветы мы не будем. Итак, подведем итоги. С какими произведениями мы познакомились на уроке литературного чтения? Правильно, мы познакомились на уроке литературного чтения с произведениями Тимофея Белозерова «Подснежники», Самуила Яковлевича Маршака «Апрель» и со стихотворением Ирины Токмаковой «Ручей». О чем эти произведения? О весне, о природе. К чему призывают нас авторы стихотворений? К тому, чтобы люди любили и оберегали природу. Рекомендую выразительно прочитать стихотворения, с которыми мы сегодня познакомились, и нарисовать цветок первоцвета. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова